добрый день уважаемые цветоводы и садоводы снова сегодня с вами я доброго ольга рада приветствовать вас на нашем канале про цветок тема сегодняшней беседы георгины что еще можно рассказать про георгины кто не знает этот бабушкин цветок казалось бы все с ним просто однако многие сталкиваются с определенными трудностями какие могут возникнуть трудности ну во первых хочу оговориться как я люблю воспитывать вас ботаническую грамотность я хочу чтобы это было не просто вот информация для вас а чтобы вы могли потом ее анализировать и использовать на практике во первых некоторые говорят как только не называют вот эту часть растения у георгины морковины картошины клубни вроде бы до клубни но я хочу настаивать на том что это корня клубни корня клубень георгины это видоизмененный корень вот это вот и есть корень видели вы пробовали ли вы размножить какое-либо растение делением корня вот так вот если его накрышить я думаю что успеха у вас не получится работая в ботаническом саду я часто наблюдала что во время выкопки георгин когда много получается как ни крути огрешности работы клубешков таких вот и бабули собирают их активно они не понимают того что из этого корня ничего не получишь вся хитрость корня клубни георгины в том что важна корневая шейка вот эта вот часть из которой дальнейшем проснуться спящие почки вот в этой части и дадут рост новому растению клубень мы можем наблюдать у картошки утопи набора клубень истины это видоизмененный побег как вы себе представляете что побег если мы нарежем на части конечно размножить можем на картошку можем разрезать на столько частей сколько там спящих почек луковица это тоже луковица вот я вам приготовила луковицу если мы ее разрежем мы увидим внутри самой серединке спящую почку и зачаток уже почки последующего года если даже будут какие-то повреждения на поверхности мы их залечим подлечим и растение все равно вырастет поэтому призываю вас выращивая георгины спасайте вот эту часть корневую шейку из других частей вас ничего не получится что еще с чем сталкиваемся мы при выкопке что надо знать выкапывая георгины когда во первых какой срок хочу напомнить что издавна на руси вообще у православных существовал такой праздник святого корнилия и этот праздник 25 сентября и говорили корнилий святой все корни плоды и земли долой поэтому несмотря на погодные условия на то что вас ожидает или какие у вас надежды вас тешат внутри успеете убрать георгины и всякие ваши прочие корневища и клубни из почвы до этой даты и тогда успех хранения вам обеспечен к этому сроку все что надо уже с георгиной произошло когда вы выкапываете возможно у вас очень высокий куст высотой это метр двадцать метр сорок и стебли подвязаны к кошку сначала обрежьте на уровне примерно вот таком от поверхности почвы сантиметров 15-20 и ни в коем случае не тяните за остатки стеблей после этого вы удаляете колышек когда обрезали и аккуратно подкапывая со всех сторон вы извлекаете свое гнездо с корня клубням и переносите транспортируется туда куда вам надо на хранение с чем еще сталкиваются с какими трудностями иногда это вот остатки стебля могут быть очень толстыми естественно что входное отверстие полого стебля будет очень широким поэтому желательно конечно выкапывать сухую погоду чтобы не было дождя не было заморозков чтобы стебель в дальнейшем не загнивал вот положили мы клубни на хранение какое-то помещение и снова встает вопрос какие условия хранения хранение должно быть холодным температура должна быть порядка 5 допустимо 8 10 но лучше всего оптимальная температура это 5 градусов и влажность для хранения георгины влажность достаточно высокая это 65 75 процентов а как нам это определить потому что ну придешь свое место хранения видишь плесень до плохо или слишком все сухо пересохло тоже плохо а как нам немножко точнее подобраться купить гигрометр дорого термо гигрометр еще дороже взять сухой термометр потом намотать тряпочку намочить водичку через 10 минут сделать замеры взять таблицу посмотреть составить вычислить но это вообще морока я предлагаю воспользоваться школьным методом биологии где-то не помню 6 или 7 класса и принести свое хранилище обычные шишки и шишка будет играть вас роль гигрометра вот эта шишка принесена из сухого помещения где она лежала на подоконнике над батареей центрального отопления то есть влажность порядка 37 40 50 процентов ну эту шишку я поместила воду чтобы показать что полностью закрытая шишка нам говорит о важности 95 100 процентов и когда будет полу раскрытия на градусов наверно так 15 25 то это будет как раз 65 75 процентов если шишка ваша раскроется так это значит уже 60 процентов 60 процентов для георгин суховато они к весне у вас пересохнут поэтому обзаведитесь шишками и пусть это будет у вас у вас такой природный гигрометр шишками разобрались дальше зима наступила время появилась эту операцию можно в принципе проделать и после выкопки мы должны наше растение подготовить зимовки для этого мы обрезаем убираем все растительные остатки конечно же убираем отряхиваем лишнюю землю обрежем все подсохшие корешки сейчас я все это проделывать с этим клубнем не буду только посмотрим вот уже высохший он может подгнить короче все мы лишнее убираем достигаем такой стадии чтобы наш клубень выглядел вот так вот примерно очищен но это тоже не идеал мы сейчас его подработаем где-то что-то мы подрежем часть вот этого клубня корня мы можем если видим что что-то не так обрезать этот уже частично поражен надломан мы его полностью удаляем и видите вот уже от корневой шеечки тут видны бугорочки будущих почек вот это место самое важное для нас некоторые я смотрю из стебель мы обрезаем оставляем достаточно 35 сантиметров вот как здесь некоторые просто закупают зеленку вот я ее закупила и просто заливают внутрь флакон уходит на два-три клубня ну конечно зеленка вещь копеечная но я не вижу в этом смысла поэтому берем кисточку и наши места срезов достаточно будет просто обмазать чтобы они не подгнивали и такая происходит у нас дезинфекция местах наших ранений наших по корня клубня георгины вот такой вот корня клубень готов к сохранению как мы его будем сохранять можно завернуть в газету но не один слой двуслойную трехслойную завернуть можно другим каким-то материалом бумажным и затем поставить в целлофановый пакетик пакет не завязывать просто чтобы предотвратить излишней излишнее испарение влаги из корня клубни если вдруг какой-то ваш клубишок плохо сохранился не нарос за лето в летний период я имею ввиду значит мы тоже его вот такой вот он несчастный но корневая шейка хороша целая вполне себе мы удаляем лишние лишние части их обрабатываем и вот такой вот маленький экземпляр мы можем либо глиняной болтушкой окунаем в болтушечку разводим глину водой это называется болтушка окунаем несколько раз и снова уже заворачиваем бумагу и отправляем на хранение либо если есть парафин обычный технический парафин мы его растапливаем на водяной бане и либо широкой кистью обмазываем либо если парафина очень много то мы позволяем себе обмакнуть туда и так они несмотря на свое такое миниатюрное состояние они сохранятся у нас до весны бывает ситуация что клубник нам попали каким-то непонятным путем совершенно неурочное время вот мы может быть даже и свои нашли в запасах где-нибудь в июле августе месяце сорт замечательно расставаться сложно вот так вот произошло и у меня бесценный сорт чем хороши растения георгины их можно зачеренковать значит размножение на будущее какой у нас скорее всего это будет вегетативное размножение для обычной садовой георгины либо делением нашего корня клубня либо черенками как заготовить черенок с георгины вот когда они уже достаточно отросли оставим мы их на проращивание в конце февраля начале марта берем обычный ящик увлажняем насыпаем туда опилочек либо торфа это не имеет значения либо какого-то надежного почвогрунта увлажнили считаем что опилки уже промокли и укладываем туда наши лавиночки заглублять их сильно не следует мы их укладываем естественно кверху корневыми шеечками и укладываем на проращивание слегка присыпаем корни клубни и в процессе мы обрызгиваем пройдет две-три недели и отсюда появится из корневой шеечки появятся проростки когда они достигнут высоты 10 сантиметров 12-15 мы можем приступать к черенкованию когда достаточно материала можно взять черенки обязательно с корневой пяточкой это самый лучший вариант для омолаживания георгин корневая пяточка это то что находится у корневой шейки это конечно вытянутый черенок в идеале он должен быть другим когда он будет у вас весенний высотой в 10 сантиметров то он будет немножко пониже вот наша пяточка вот наш готовый череночек можно для черенкования использовать снова же то что у вас есть под руками либо это будет ящик стандартного размера либо это будет горшок значит мы готовим смесь можно добавить как моем случае перлита можно перемешать с песком в пропорции три части песка одна часть земли снизу мы насыпаем земля а потом наш субстрат который более влагоемки и в котором будет лучше происходить укоренение конечно же проливаем можно даже желательно конечно же образ обработать марганцово кислым калием и высаживаем наши черенки если черенков много это допустим ящик мы сажаем так сказать рядами и колоннами расстояние между рядами будет сантиметров 656 а в ряду 3-4 сантиметра как и всякие другие растения когда мы хотим получить хороший прирост мы сажаем под легким наклоном отверстие проделала бывает если песок уплотненный то нижняя часть заготовленного черенка получается немножко травмируется поэтому я палочкой карандашом делается отверстие заглубили наше место и под наклоном мы устанавливаем наши черенки периодически их опрыскиваем лучше конечно если есть тепличка можно сверху прикрыть прикрыть целлофанчиком и так они будут себя очень хорошо чувствовать если вот такие вот они уже переросли и вытянулись то можно взять из верхней части главное чтобы было два междоузлия косой срез первые я удаляю здесь немножко лишнее я удаляю и вот наш черенок из верхней части и также его под наклоном высаживаем оставшиеся здесь мы этот пенек укорачиваем чтобы не было места для всяких вредителей и гнилий и затем в пазухах листа учитываем что это весеннее у нас отрастания будем считать вернее в пазухах листа появятся новые побеги которые затем снова же можно черенковать столько насколько хватит потенциала у вашего растения значит клубнями мы размножили черенками мы размножили иногда получается так что вроде бы на росли замечательные клубни посадили мы их в огороде и через три-четыре года растение практически исчезает или теряет свои сортовые качества либо становится простой цветок либо он вырождается меняет окраску или растение просто выгнивает почему это происходит потому что нельзя сажать и радоваться что у вас нарос огромный клубень его обязательно надо разделить аккуратно либо весной лида либо перед хранением когда еще более сочные клубни надо разделить по количеству побегов которые были предыдущем году обычное вырождение происходит на третий год поэтому не забывайте клубни ваши делить достаточно будет даже для размножения части клубня если мы его разделим чтобы сохранилась но здесь очень хорошо видно корневая шейка уже заложенной почкой и достаточно будет двух отростков корня клубни мы смело ножом острым разрезаем и вот у нас получилась одна деленка ну и здесь лишнее мы уберем конечно и вторая деленка сохраненной корневой шейкой для георгины садовой корневая шейка это все все что есть у нее в жизни срез можно либо марганцовкой либо если вы не хотите чтобы получилось как у меня то можно протереть втереть толченый уголь вот так будет гораздо безопасней для себя и сажаем их свой срок если георгины получены делением клубня то мы их высаживаем в зависимости от своих погодных условий возможно это будет середина мая может в конце мая но не следует тянуть и бояться что вернуться заморозки и георгины вот ну просто на глазах у нас прорастут и повредятся заморозками нет как правило они прорастают через недели две 12-14 дней появляются первые проростки и так как они уже в почве подготовленные к минимальным каким-то заморозкам то эти проростки не повредятся конечно если рано высадить в холодную почву и потом вдруг тепло то выросшие уже на сантиметров 15-20 побеги могут повредиться заморозками выбирайте оптимальный срок для своей местности если мы высаживаем растения которые мы получили методом черенкования омолодили наши нашу коллекцию то тогда после того как произойдет тукой укоренение мы должны пересадить горшочек горшочек ну примерно куда он делся примерно вот такого размера то есть либо диаметр либо по периметру стороной 9 сантиметров этого будет достаточно для развития такой вот зеленочки получены методом черенкования и если георгину такую мы сажаем заглубляем под поверхностью почвы над на сантиметров 67 то есть черенка насажаем немножко повыше на сантиметров 5 излишне не заглубляем ну и в дальнейшем уход заключается конечно же прополки конечно же в поливах георгина любит достаточно плодородную почву хорошо и подкармливать органикой если это у вас куриный помет только помните что он очень концентрированный и надо разбавлять сегодня 20 если это корове и либо еще какой-нибудь чей-нибудь то 1 10 подкормки в процессе обычные рекомендации ну и для лучшего созревания и вызревания корни клубни георгина очень любит сульфат калия тогда клубни 25 сентября вы помните они вызреют и будут хорошо у вас храниться конечно георгины можно посеять и семенами есть определенные группы которые дают семена это такие современные группы вот хочу порекомендовать называется георгина галерий такая серия и в названиях сортов этой серии звучат в фамилии известных художников европейских эпохи возрождений и так далее чем хороши эти георгины они низкорослые они обильно цветущие у них хорошо вызревают клубни они не очень крупные кстати вот у меня образец корня клубня сорта галереи они компактные и поэтому много места не займут что тоже немаловажно когда мы выкапываем корни клубин величиной с ведро то думаешь тоже с ним делать и куда его положить есть сорта группа например сорта группа которая называется миньон или мелоди они размножаются семенами клубишки у них будет мелкие иногда неплохо хранятся поэтому можно размножать семенами семена крупные достаточно их сможет размножить и ребенок что вам было виднее вот они такого размера высеваем их где-нибудь в начале апреля не надо сеять ни в коем случае их феврале в марте потому что начало цветения от момента посева занимает порядка 60 ну и в зависимости от сортов 80 дней смотрите по своим природным условиям когда вы можете их выставить на улицу конечно же предварительная закалка потребуется и поэтому начало посева это начало апреля чтобы к моменту посадки в открытый грунт они не были вытянуты и ослаблены и сеянцы получаются дружные посевы очень всегда дружные что радует конечно же глаз и порадует ребенка если вы ему поручите вот посеять семена георгины сходят быстро 45 дней зависимости от условий после того как они достигнут размера сантиметра 3-4 и будут у них дополнительные уже листочки они только семидольные приступаем к аккуратненькой пересадочки и для выращивания сиенцев достаточно будет тоже таких вот горшочков 9 где-то 11 высота уход обычные можно прищипнуть для пущего кущения и цветения цветение отодвигается но зато она будет более обильным и длительным ну вот пожалуй про георгины и все так что шишки вам в помощь подписывайтесь на наш канал пишите комментарии рады будем с вами встретиться еще раз до свидания